Моя Родина Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь Как невеста, так и ягодыка Моя Родина Сибири По четверо часа, думаю, теперь ошибок меньше будут делать Мои ученики, мои соратники Еще раз, это рынок Сейчас таких в этом году ни разу не встретил Я специально по рынку не хожу Но я покупаю сюда домашнее молоко И через день бываю на рынке Обязательно насквозь прохожу Наверное, весь, все эти ряды Чтоб вообще этого нету Я знаю, где есть Я знаю, три семьи, где это есть Но теперь это все засекречено Вот, так скажи я тебе адрес Вот, люди покой решатся Так вот Но это исключение с правил А в массовом порядке больше этого нет Идем сюда Начинаем новую тему Начинаем новую тему Значит, вы видите Амур Это мой сад Это с одного дерева Амур привитый И это тоже привитый с другого дерева Я долго пытался раздать эту загадку Так Пытался, пытался Пока убедились, что При прочих равных условиях Мы можем иметь Казалось бы равных Разные плоды Значит, по двое Одинаковые манджурцы Но манджурцы уже не одинаковые Сколько я в манджурцах показал Каждое дерево Индивидуально Каждое дерево по двое Имеет свою особенность И я Благодаря этому Выводил Выводил свои Эти самые Теории Вот Где-то, наверное, правильно Где-то Неполное Почему? Ну вот Все ли это Великим и Гераз существует Утверждает Зелезо Вот Выпустил всеми развлечения Всылаясь на 90-летние данные Черно-пробел Ему было написано Гиберизатор и Великим и Гераз наука Тогда я Нахожу Еще один повод Поговорить Это Телегония Сейчас мы о ней будем говорить О практике поговорили Теперь я душу отводить буду Имею право Почему? Еще два В наших рядах По его сущим образованием Вот Сельхоз образованием Вот Я с ними буду говорить Я буду говорить Селяна Александровна Савинич Который, надеюсь, что нас слышит Мой брат Железов Какой он бери был Компьютерщик, механик А заканчивал Сельхоз вуз Это для него Не пустые слова Термин А то, знаете, как бывает Я не поняла Я не поняла Термин Даже то, что я говорю Люди Никогда их не слушают В школе не проходят И тогда Я сказал себе А давайте сейчас Загадку попробуем отгадать А если это Не везде Не всегда Ну что такое Эктивизмилизация Вот подлое Некоторое качество Например Ростойкость Передается Полевое И вот роскошные плоды Перестают замерзать И Оказываются в Сибири Заметьте Перестают замерзать Вот Теперь Как быть со вторым термином Сейчас мы будем с ним разбираться Для начала Один из примеров Я все валил На витритин И сейчас я уже говорю Не 100% А 50 на 50 Смотрите Это старая фотография Одна стала знаменитой У мошенников Почему? Огромное количество Вы можете проверить Наберите Абрикос Академик Фото Абрикос Академик Я обычно Сиатекс обработаю Вы ее увидите В числе нескольких первых Если не самый первый Так И Потом Нажимаете Похожее И там будет длинный список Кто ее Называет Что это я Я Это мое Это мое Покупайте саженцы Вот А вот это вот Берется Рыбка Веточка С этого дерева Переносится И получается Вот такое Но не только Вот такое Сейчас я вам Ладно Уговорили Сейчас я вам Покажу Ну Имею право Потому что Это очень важно И потом пригодится Даже новичкам Вот поверьте Даже новичкам Здесь есть у меня Где-то Абрикосы Нет Ладно Это не то я искал Но тут написано Савинич Крупные Абрикосы Однажды Она меня попросила Выслать ей Фотографии Вот я и выслал Вот эти И теперь смотрите Если вот это вот Первооснова Да Похож Похож На академика Еще похож Но правда Уже не похож Вот А теперь смотрите Что получается Похож Не очень Похож Не очень Похож Не очень Очень Не похож Поняли Это был похож Не очень Везде моя линейка То есть Сердзя Бана Сейчас поймете К чему я А здесь вообще Хоть Совсем не похож Вот дожили Итак К чему Весь этот разговор Почему Он вдруг Уже в следующем Поколении Или через поколение Стал вот такой Почему Я в общем Учитывал Витативную гуманизацию Которая На самом деле Существует Вот Обижают Ее Железово Заодно Обижает Фордия Это Слова Эти Выпуски Семерезвуки Сад У Железова Смешанный Скосочек Вырастает Дикари Вырастают И Фердери Это значит Лос И Мошенничество Припечатали Мне надолго Почти навсегда Вот Но Мы еще с ними Еще до сих пор Не разобрались Но допустим Вот так вот Теперь Я Смотрим дальше Внимание Вот это Абрикос Мой же Абрикос Моими руками Выращен Посажен Соседом Прямо через Забор В 15-м Год я выкупил Этот участок А этот Я фотографировал Еще до Выкупки То есть Фотографии Это 12 лет 15 лет Вот Меня поразило Что У меня Они оказали Самые крупные Королевские Это уже Не академик Это королевские Вот Ну они Не похожи Но И те крупные И те крупные И вот тогда А здесь было Три королевских И я убедился В том Что они Не Стали Мельчать Даже Даже когда Большой урожай Они сохраняли Великолепную Крупную 100 грамм Вот Они как бы Расли отдельно Через дорогу Черт И где Получается Метрах 100 В 150 Растут абрикосы И манзурские И культурные Но там Все в перемешку Сейчас вы поймете К чему разговор Я долго говорю Но я не могу Без этого Итак Елена Александровна Привет Изменчивость Массы плодов Продуктивности И продуктивности Сортов абрикосов В условиях Южной зоны Краснодарского края Это у меня Фотография моя Вот Савинич Аспирант Первого года Теперь уже Она уже без пяти минут Кандидат наук Господи Я бы ей сразу Доктора дал Ее уровень Это даже не доктор Потому что То что она умеет сейчас Вряд ли Кто из докторов умеет Потому что Это совсем другое Направление А вот ее научный руководитель Она ее поддерживает Она Итак Матвеева Поддерживает Савинич Шутка ли В институте леса Разрешить Работать с абрикосом Только за это Матвеевой Надо ставить память Вот По кирийскому выражению Память их при жизни Так вот Значит Поняли Какое направление Мы с ней имеем А теперь Смотрим внимательно Итак Телегония Это Человек Которого Очень уважаю Понятия не имею Кто он Слушайте А если нажать Что будет Сейчас Секунда Он такой Грамотный О нет Технократия власти Ничего Ничего нет Так Короче говоря Ничего про него мы не знаем Ладно Возвращаемся Вот До чего возвращаемся Сейчас поймете Итак Он пишет Телегония есть Это естественный процесс Почему я Еще раз друзья Почему всем новичкам надо Мы с вами будем улучшать Породу деревьев С помощью телегонии Прямых половых связей Поняли Вот Надо было с этого начать Так Теперь вы уже не отключите компьютеры Насколько это важно Сейчас Заранее Я вот Люблю так говорить Смотрите Итак Где-то в вольере Где Одни породистые Суки Вот Вдруг попадает Случайно Дырку нашел Подкопал Под это Запах Почуял Какой-нибудь Дворняжка Ну-ка берег На следующий день Сук этих Можно обогонять И кормить не надо Потому что Они уже потом Породистого не дадут Сколько их Не скрещиваю Это принято такое Кинологи Или как Кинологи Нет Этих Которые Собачники Собаководы Вот Поняли К чему я говорю А теперь давайте Наоборот И тогда мы Начнем К теории вернемся А теперь Представим себе В скромном саду Где растут Одни плебеи Мы перепрыгивали В сад Я в сад Ты-то меня Стойся понимаешь И вдруг Посреди сада Я сажу Роскошное Вот такое Вот такое Роскошное Вот такие вот Роскошные Да Вот Вот это все Роскошное Я вдруг Растет Повлияется На те Если существуют Прямые полные связи Если не в потомстве Пока это предположение Если не в потомстве А прямо В наличии Вот два дерева рядом Пчелка туда Пчелка сюда Для меня пчела Это половой орган Вот А дальше все По науке Тут я уже молчу Но Когда-то У меня был в гостях Крупнейший Авторитет Крупнейший Вот И вдруг В беседе со мной Когда я сказал Про телегонию Он ответил так Это невозможно Даже не задумываясь Это невозможно И начал рассказывать Вот значит Тычинка должна попасть В пестик Значит Ты-ты-ты-ты А и в какой-то момент Когда он мне это объяснял Интересно Он мне объяснял Он грамотнее менял Но пусть нитемерезерки Вы понимаете Мне же везет У меня кругом Одни эти специалисты Тут Савинич Тут Та же фамилию Назову Курдюмов Вот Такие крутые ребята И вдруг И вот тот момент Когда он мне начал Рассказывать Объяснять Что это невозможно Телегония Потому что Вот это Значит Тычинка Которая Вырабатывает Ну назовем Сперму Ну что Я плохое слово Применял Елена Александровна Можно слово Сперму Применять Ну чтобы Понятнее людям было И вот она Попадает Значит Этот самый Пестик А почему нет А почему не повлияет И вопрос Это и так Повлияет Временно Хотя бы Хотя бы На один сезон То есть Не то Что потом Появятся Плоды В плодах Косточки Косточки Высели И потом Только Тут никто Не спорит Тут сразу Законы Мендера Работают Доминантная Рецессивная Доминантная Рецессивная Вот Три раза В маму Один раз Папу Поняли Да Нет Я тоже Что получилось Получилось так Что человек Задумался А почему нет И тогда мы Как можем Сады Вылучать Не как Этот Кобелек Испортил Все это Сучья Стада Нетронутых Этих А наоборот А Теперь Вы поняли К чему Я клоню Ну А у меня Золотая середина Вы же видите Лучшее И у меня Случилось Чудо В саду Бог мне Помогает Нет Ну тогда Должны быть Этихизация Должна была Портить Привои То есть Они должны Мельчать Вот А они Не мельчают Так Вот А они Не мельчают Ведь это же Моя Моим руками Саженец Была Выращена А потом Соседу Передат Подводят А тоже Не мельчают Это же Тогда Еще есть Третье Но это уже Совсем Такая Заумка Я скажу Что С помощью Несколько Прививок Перенос По принципу Наслоение Ментора По железову По железову Насыщение По мячурину А Несколько Насыщения То уже Получается Прогрежу И тогда Возрождаются Качества Которые Были заложены Но тогда Получается Что Мы работали Все эти годы Это третий вариант Он тоже важен Мы все эти годы Работали С Сортами Которых Уже Где-то На втором плане Крупной Скульптурной Ну представим себе Что Икосовский Искусский Искусский А они Мельч 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 Бах Нам посадил Привил на это А ему Хорошо На прививке Она Почувствовала Себя На юге Креста Мерзнуть Почувствовала Себя На юге Она Начала Укрепляться Это третий вариант Сколько Я вам Нагородил Выбирайте Любой Теперь Так Я еще Сказал Мне теперь Может доказывать Что я не верблю Телегон Есть Вот этот Товарищ Пишет Который Я ничего Не знаю Почему Это Был Комментарий Под Одним Из фильмов Вот он Пишет Телегония Есть Это Естественный Процесс Отрицать Телегонию То же самое Что соглашаться Или отрицать Библию Или Коран Телегония На самом деле Объяснена Фрономентальными Науками Отрицание Телегонии Как раз Проломбировано Всеми Религиями Так что Валерий Константинович В данном Вопросе Совсем Правы Кто-то Это Понимает Тот Понимает Доказывать Никому Не нужно И незачем А почему Я доказываю Почему Незачем Ведь я же Хочу Чтоб У нас сады были Окультуривались Вы поняли Что я конкретно Предлагаю Берем лучшие Шикарные Саженцы Шикарные деревья И садим Посреди сада А? Почему Не нужно? Для кого Работаю? Конюхи О видите Вечный пример Конюхи В этой знаменитой Конюшне Исходят Из наличия Телегонии По умолчанию Иначе брак В человеческом Понимании Тем более Реориозного Это Крак Всего Устоя Разумный Умеющий Критический Мысли Человек Понимает Как Данность Ваши Фактические Наблюдения Думы Проценты Сто Проценты Наглядные Подтверждения Мне Большой Соглас Был Рассказать Какую роль Играет Телегония В отношениях Между Людей Боюсь Почему Боюсь Хотя Много Был Полезно Советов Дал Но Боюсь Так Вот Влияние Дикарей Мы Еще Не Закончили Сад Я Пишал Что Будет Разговор Итак Влияние Дикарей Вот Это Вот Уссурийская Дикая Груша Вот Она Теперь Смотрим Сюда Вдруг Однажды Я Примеры Привожу Где Телегония Играет Отрицательный Вроде Положительный Я уже Сказал У меня Будут Примеры Положительные Но Это Отрицательные Итак Все Дерево Покрылось Вместо Вот Таких Кладок Смотрите У меня У Крупная 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 Груша Не С Этого Дерево Она Была Такая Вот На Этого Дерево Росли Вот Такие Роскошные Груши Вдруг Она Оказалась Что Вот Это Груша И Вот Эта Груша Дикая Но Это С Разных Деревьев Вот Задичало Одномоментно В Один Год Редчайший Случай До Этого Дважды Присылали Фотографии Где На Молодых Савельсах Вдруг Появились Колючки Колючка Презид Дикости Всего Два Таких Случай И У меня На Одной Груши Целая Ветка Такая Живот Только Побольше Была Одна Росли Прекрасные Груши Влады И Одна Ветка Зикины Что Творится Как Все Эти Гены Там Поперепутались А И Начинаем Разбирать Три Причины Я назвал Выбирайте Что Вы Видите На Дальнем Плане Внимательно Смотрим Вон Она Вот Видите Там Дерево Дикое Это Одна Из Двух У меня Груш Которые Меня Кормят Потому Что Семена Проздаю Вам А Вы Ворачиваете Савельс А потом На них Груш Прерываете Вот Это Ближний План А Вот Это Дальний План Вон Она Дикая Что Самое Главное Что Заметно Соседство Я Думал Как же Так У меня Крышу Сносит Ну Почему Так А Может Быть Опыление Такое От Дикой Опылил Культурную И Сделал Дикой Хотя Б На Один Сезон Мне Нужно Оторжить Еще Год И Посмотреть А Вдруг Они Снова Станут Вот Такими Вот Такими Вдруг Это Интересно Мне Да Вот Еще раз Говорю Я Всего Пытаюсь Извлечь Практическое Значение Что Если Взять Теперь С этой Груши Дикой Вот Которая На Переднем Плане Веточку Привить Одного Поколения Второе Сколько Она Будет Возвращать Качество Культурное Вот Это Мне Интересно Но Это Отвлеченное Меня Это Не Накормит Это Просто Моя Данность Что Я Такой Живой Мне Есть Кому Это Все Передать Есть Сергей Железов Есть Антарк И Анна Савинич Вот Вот Я К чему Говорю Это Близость Одной Из Примеров Почему Я Сразу Не Сообразил А Увидел Только Когда На Фотографии Увидел Просто Дай Соседи Вот Опыление Прямое Опыление Вот Тебя Дикарь Дикарь Победил Культурное Тогда Получается Редактивная Гибридизация Ни Причем Вот Второе Дерево Там Было Три Ветки Культурные Одна Дикая С чего На 20 Году Жизни Дикая Ветка Друг Оказалась Я И так И так Вспоминал Нету По соседству Дикий Груш Кто Эту Ветку Испортил Получается Там Редактивная Гибридизация Вот Так И Победил Может Кому Это Интересно Но еще не весь разговор А вот Валерий Константинович Писали в книге И тогда Я сказал себе Значит Давайте Посмотрим Варианты И так Сад Пианиста Так Что мы имеем Лена Александровна Савинич Имеем В наличии И Это Сад Не мой Это Сад Пианиста Значит Поздний Филиппио Очень Наглядная Фотография О разных Качествах Но Одно из них Знаете Какое Итак Здесь Дикарей Повенеет Единственный Абор Но он уже Давно Погиб Был у соседа Но это Метров за Сто А у него В саду Пять Абрикосовых Две Моих Королевские И Академик Одно Значит От Филиппио Вот оно Филиппио И два Неизвестных Поменьше Но тоже Культурное Чисто Культурное Вы только поймете Он же не зря Один из них Назвал Десертным Дикаря Десертом Не называют Посмотрели Как они Могут Испортиться Когда Получается Для южных Стран Где они Не это Это Практические Навыки Для южных Стран Где Не опасно Что Замерзнут Вот Откуда Косика Надо брать Не у меня У него А вот Академик Это Все Что Это Мы имеем С этого Сада Это Сад Пианиста И Не знаю Видно Там Даже Сверх На секунду Включил Вы посмотрите Какие Огромные Кусики Вы видели Вот это Чудо Видели Вы согласны Что Это Выдающиеся Плоды Ну Внимательно Посмотрите Полюбовались Сколько тут Осталось Ну 150 50 Пожалуйста Значит Кто-то живет А помните Это Астраханская Область Надо Вот У нас Проблема С абрикосами 5 лет Не живут Помните Ростовская Область Я объехал Весь район Ни одного абрикоса Не нашел Помните Вот А помните Нет А Эту Случай Не рассказал Человек Живет Подмосковье Он Не видел Жизни Живя Подмосковье Не то Что специально Искал Но Ни одного Абрикоса Он так и говорит Нету Не растут У нас Это Подмосковье Поняли А ведь Это места На многотипе Лечи у меня Можно посадить И А так как Портить было Некому Дикаря Полить не могли Нету Тут Дикаря Нанеса Ты Единственное Знаете Засеквеченный Сад Пианиста Подтверди Сад Железов Пут 2 Шикарно Видите Да Значит Здесь Его кто Мог Апалить Да Это Роскошный Академик Переделанный Академик У него Теперь Новое Название Знаете Какое Крупноплодный Железов Почему Если я буду Отверждать Что это Академик Знаете Куда Ученые Пошлю Что у него Общего с Академиком Да Ничего Общего И опять Кто Апалил Кто Апалил Три Варианта Ответа Гибридизация Негибридизация Вот И тогда Получается С него Получить Вот Такую Роскошь Сограммовая Это даже Больше Чем Сограмм Это 120 Грамм Уже Невозможно Нет Не так Возможно Но Не обязательно Есть Примеры Когда Даже Семь Скосочки Дают Абрикос Огромные Плоды Но Это Редко Бывает Теперь Третий Вариант Сад Нина Поселок Седая Я зову Нина Точно Не знаю Итак Мы Седая Александра В саду В поселке Седая Значит Что мы Обнаружили С ней Я Не успел Приготовиться Мне пришлось Опять ехать В деревню Помогать Там Проблемы Есть Вот Но Пока Кто-то Хоть один Напишет Покажите Фотографию Что это Правда Я покажу Сейчас Я их еще Не искал Итак Дерево С одной Стороны Королевский Помните Это Самое 2016 Съемка В поселке Сезая И как Она Стоит И вот так Показывает Вот Вот так Я еще Говорю Может быть Вот так Она говорит Нет Вот так Вот такие Королевские Были Вот такие Были Серафимы И что Интересно Лен Александров Вспоминай Мы с тобой Двоем Там были Вот И ты Как бы Моя совесть Что я Ничего не скажу Со стороны Королевского Отапывал дерево Вот такие Вот А с другой Стороны Со стороны Амура На этом же Дереве Висят Вот такие Вот Еще с носиком Что интересно Еще и с носиком Фотографии есть Хоть один Напишет Хочу увидеть Я вам На следующем Вебинаре Покажу То есть Дерево Разделилось На два На одном Дереве Два Якобы Сорта А я Все Вегетативный Гибрид Вегетативный Гибрид Буквально Пару дней Назад Ёкнула А если Это Телегония Королевский Который Якобы Она Говорит А королевский Тоже мой Но у меня Королевский 100 граммов Я вам показывал А кто сказал Что у нее Не может быть 150 грамм У них Знаете Какой Потенциал Вот так Показывал Вот так И тогда Это К фильме Видно было Я же Ни это Не подговаривал И так С полы на дерево Вот такие Другая половина Два раза Три раза Мельче И он Санна Тебе интересно Но заметь Что Мало того Что мы с тобой Оба не заметили Мы все Гибридитивно Гибридизация Влияние Подвоем ТТ А теперь Я не исключаю Дерево Странное Из двух Половинок Состоит Судя по Плодам Разве Это не интересно А теперь Берем Такое Дерево Садим Посреди Сада Полукультурного Полудикого Ну а дальше Наша песня Хороша Вот это Я тебя Пригласил Посмотреть Вебинар Только Ради Этого Осталось Полчаса Ну а теперь Почти Другие Темы Что-то Ребята Я устал Я вот В эти Полчаса Вложил Большей силой Душу Чем Тот Первый Час Когда Я учил Стандартным Приемом Железовским Посадка На Холм ТТ Там Еще Много Буду Рассказывать Кстати Зима Отступила И Еще Целый Месяц Можно Пересаживать Саженцы Ру Ру